Владельцы прокатных иномарок устроили засаду возле одного из коттеджей в Челябинске. Автовладельцы попытались вернуть своих железных коней. Легковушки они за деньги сдали в аренду богатому челябинцу. А он, по словам хозяев, решил не возвращать машины. В итоге во дворе элитного особняка собралась целая автостоянка. Подробности в материале. Ольга Егорова сдала свою Киа Рио в аренду всего на пять дней. Срок подошел к концу еще 21 мая. А челябинец, который взял машину покататься, вдруг перестал выходить на связь. Хозяйка авто отправилась на поиски. В иномарке был установлен маячок. Сигнал привел к этому дому. Машина во дворе дома. Забрать ее девушка не может, хотя и ПТС на руках. Срок договора у меня закончился 21 мая. То есть по данному факту мне можно смело возбудить дело об угоне. И таких, как Ольга, несколько человек. На этой съемке полицию встречают три автовладельца. Объясняют, там за чужим забором их машины. Но прибывшие полицейские помочь людям ничем не могут. Я на территорию попасть не могу. Почему? Вы представитель власти, вы можете попасть на территорию? Нет, не могу. Почему? Вы можете попросить, чтобы они отдали нам машину? А что, это получается, чтобы мы попали туда? Я не знаю, кто будет туда попадать. Чтобы мы туда попали? Я не знаю, кто будет туда попадать. Вы так и добиваетесь? А почему вы боитесь-то? Я приехал сюда, смотрю, что в общественный порядок у вас не вернулся. А, вот так, да? После того, как полиция уехала, люди испугались, что машины переместят в другое место. И около коттеджа организовали дежурство. Николай Антонов свой Рено Логан дал в аренду на 20 месяцев. И тоже ни денег, ни машины. Хотя официальная иномарка до сих пор оформлена на нем. Автомобиль я знаю, где мой находится. Находится он за спиной, вот на территории этого дома. У меня был следящий маячок, по которому выслеживали автомобиль. С крыши у данного сервиса я видел, что автомобиль находится там. Находится он до сих пор сейчас там. Связаться с тем, кто брал в аренду автомобиля, не получается. Он давно не выходит на связь. Автомобиль мой находился вот в этом доме, сзади меня который. Сегодня до трех часов. Сегодня выключили GSM-маяк и вывезли с этого дома в неизвестном направлении. Позже в Копейске, благодаря сигналу GPS, во дворе частного дома нашли еще несколько машин. Включений нету, да, на автомобиле? А где у меня? Лежат. Я их поставил, и все, они стоят. Никто не ездит. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. И вот сейчас стало известно, кто брал машину в аренду, арестован. Машины опечатаны и доставлены в райотдел в качестве улики. Уголовное дело полиция заведет, если подтвердится факт преступления. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...